Делаем, друзья мои, рыбу в автоклаве. Разнообразная рыба костлявая, окунь, щука, всякие караси, лещи и тому подобное. Рубим мы вот на такие куски приблизительно. Кости не вынимаем, рыбу чистим, плавники можем отрезать. Где-то плавники остались, тоже ничего страшного. В принципе, лучше, наверное, отрезать. Теперь все мы это порубили. Автоклав у нас на 16 банок размером 0,5. Вот такого плана. Банки с крышками под машинку. Многие делают и под простые крышечки, которые закручиваются. Ну, нам нравится так. Теперь, значит, автоклав под 16 банок у нас. Нефор 16. Что мы кладем в эти баночки? Ну, во-первых, рыбу мы посолили и перемешали. Солим обильно. Теперь в каждую баночку мы кладем 2 гвоздики, 4 черного горошка и 2 душистых. Это такие, которые покрупнее. И 1 лавровый листик. Средний, не очень крупный. И нужна нам томатная паста. Солим по вкусу и добавляем сахар по вкусу. Томатную пасту мы также кладем 1 столовую ложку вниз. И потом, когда рыбой заполним, положим 1 столовую ложку сверху. Сверху мы тоже кладем 1 столовую ложку томатной пасты. Получается у нас такой бутерброд. Томатную пасту у меня раньше спрашивали, такую кладем до самого дешевого. На самом деле, наверное, можно и дорогую. Хуже от этого не будет. Мы используем обыкновенную томатную пасту. На 14 банок пол-литровых, в которых мы положили 2 столовые ложки томатной пасты, у нас ушло 2 вот такие банки 370-граммовых. Итак, друзья мои, вот сверху томатная паста, снизу томатная паста, она растеклась, и рыба. Внизу у нас лежит черный горошек, как я уже говорил ранее, душистый горошек и гвоздика и 1 лавровый листочек. Рыбу солим по вкусу. Теперь мы одели крышки и закатываем их. Банка закатана. Крышки можно стерилизовать, но некоторые не стерилизуют. Мы стерилизуем на всякий случай. Вот наш автоклав. Как он выглядит изнутри? Автоклав без кассетов. Внутри вот такая площадка. Теперь мы наполняем наш автоклав банками. Первая банка. Вторая банка. Третья банка. Четырнадцатая банка. У нас получилось 2 яруса. В данный автоклав помещается 16 банок 500 граммовых. В два яруса. Один ярус это 8 банок. Итак, у нас 14 банок и два свободных еще местных. Сейчас мы нальем простой воды. Вода должна закрыть банки где-то на сантиметр сверху. Полный автоклав наливать не обязательно. У нас банки уже скрылись под водой. Сейчас чуть-чуть добавим водички. Ну, как бы, для самоуспокоения. И все. Полный автоклав. Воды наливать не надо. Вот и все. И теперь мы его запакуем. У данного автоклава крышка овальная. Перепутка направления невозможна. Мы ее закрыли с небольшим усилием. Теперь мы должны накачать одну атмосферу. Это из-за того, что у нас автоклав без кассетной. После того, как мы добавили одну атмосферу, мы ставим на огонь. Догоняем до 4 атмосфер. Держим 4 атмосферы в течение 30 минут. Через 30 минут рыба будет готова. Вынимать банки лучше после того, как автоклав полностью остынет. Ну, мы делаем как? Мы обычно делаем вечером. Часов в 5-6 вечером мы этот процесс запускаем. Где-то в 7-8, там в 10. У нас, как правило, он уже заканчивается. И на следующий день утром мы это дело все вскрываем и достаем банки. Используем для накачки вот такой интересный ящик. После того, как мы накачали одну атмосферу, наш фиксатор немножко ослаб. Подтягивать не надо. Ослаб он из-за того, что на крышку, значит, крышка имеет прокладку, и на крышку изнутри давили, значит, наши атмосферы, которые мы накачали. И, соответственно, поэтому получается вот это. Здесь можно, по сути, прыгать и танцевать, и уже, ну, крышка не откроется. Она будет держать. Теперь будет держать до конца, и атмосфера будет постоянно набираться. Паниковать из-за этого не стоит. Итак, у нас утро следующего дня. Атмосфера упала практически до единицы. И градусы, соответственно, тоже упали. Сейчас там практически 30 градусов. Всё. Потихоньку открываем. Как вы видите, атмосфера ещё всё равно держит. Блокиратор ещё расслаблен. Потихоньку мы спускаем давление. Потихоньку. Шум был. Это крышечки сейчас немножко как бы приподнялись вверх. Всё. Давление сбросили. Блокиратор уже не болтается. Сейчас посмотрим. Так, вот наши баночки. Верхняя крышка, как мы видим, всё нормально. Посмотрим, что будет внутри. Ну, вода прозрачная, значит, в принципе, вскрытия не произошло. Я думаю, получилось всё отлично и вкусно. Достаем. Вот, на первая баночка. Крышки даже не то что... Слушай, они даже вообще не ждулись. Всё отлично получилось. Ну, чуть-чуть. Но они сядут на место, когда совсем остынет. Всё. Автоклав внутри чистый. Мыть особо ничего не надо. Воду вылим, сполоснём и всё. Ну, вот мы достали все банки. И вы видите, что мы получили. Так, небольшой нюанс. Если вы будете накладывать рыбу, ну, скажем, не сильно её утрамбовывая, то будет получаться вот такое. То есть, банки будут неполные. Где утрамбовая получше, скажем, банки пополнее. Сейчас мы вскроем одну баночку и попробуем, как это будет на вкус. Так, ну вот, смотрю, я одну баночку. Доставили вот такую кабут. Сейчас будем пробовать. Подливка получилась. И сама рыба. Так, сейчас она у меня картошку погреет. И я попробую с картошечкой. Пока я без картошки, я съем кусочек маленький. Слушай, по соли нормально. Съел гвоздик, по-моему. На дне этих пряностей лежат. Съел, по-моему, в гвоздику или перчик какой-то. Не могу понять. Сейчас отдам папе с мамой. Не знаю, наверное, любителям. Что-то мы, может, переборщили чуть-чуть. Сладости, наверное, переборщили. Она все время немножко пригорчивает. Это, наверное, из-за внутренности вот этих... Не совсем мы... Мне кажется, лаврушки много. Лаврушка, да, горчина. Лаврушку, наверное, да. Мы все-таки большие листики. Наверное, пополам надо. Меньше лаврушки надо. Лаврушка горчит всегда, она везде. А давай следующую партию, но вообще без лаврушки. Нет, без лаврушки не надо. Короче, все вкусно, все отлично. Но... Ну, кстати, сейчас вот лаврушка лежит. Надо посмотреть. Кстати, вот, видишь, половинка. Все вкусно, все отлично. Но немножко, походу, как-то лаврушка дает немножко, типа горчит как-то. Вообще вроде нормально. Нормально? По-моему, нормально. Потому что, наверное, я съел, может быть, эту. Ну, не знаю. Мне кажется, вкуснее с этими спряностями, чем с одним горошком. Да. Ничего. И в томате вкуснее, чем в этом, как называется, в чем масле. Вот мы уже практически все съели. Практически. Кости. Мягкие совсем. Все ломаются. Они просто визуально страшные, а так они всех порохом превращаются. Ну, как магазинные консервы, короче. Я в каком-то из видео показывал, где большие кости превращаются в труху. Ну, вот, да, густим. Вот хребет. Я его давлю. Рыбе кости, кстати, очень полезно. Наверное. Да. Мне кажется, добавить сюда луку или морковку, пережаренную, будет еще, тоже, будет очень вкусно. Ну, это, наверное, уже будет отдельная история. Отдельная будет дуда.